всем добра времени суток всем привет скоро новый год решила приготовить заливную селедку под шубой для нашего салатика нам понадобится одна селедка чищеная как почистить селедку у меня на канале есть отварные овощи нам понадобится свекла 300 грамм мундире отварила картофель 200 грамм 1 большой морковка 150 грамм 2 морковочки средненькие я варила овощи по 20 минут морковку и картошку свеклу я варила 40 минут 2 яйца отварных варили мы 10 минут чтобы не переварить лучок у меня зеленый грамм 30 можно взять обычно репчатый лук грамм 50 майонез 1 я взяла одну пачечку 200 220 грамм нам понадобится один пакетик желатина быстродействующий у меня 100 грамм водички тут написано на пол литра но мы не будем делать пол литра воды нам понадобится 100 грамм водички и пакетик желатина мы высыпем воду естественно подогреем уже до растворения полностью на плите перчик щепоточка нам понадобится и так начнем с овощей овощи натираем на терочке собирать будем салатик в кольце без кольца не получится так чтобы нам залить нужно вот такое кольцо начнем с картофеля натираю картофель на крупной терочке без кольца это для того чтобы мы потом правильно установили кольцо когда будем заливать чтобы у нас не вытекала лишняя жидкость скажем так теперь разравниваем картофель так чтобы было больше чем мы поставим кольцо например я буду выставлять кольцо диаметром 18 сантиметров а картофель мы разложим примерно 19 скажем так для того чтобы мы потом заливали наш тортик и чтобы лишнее желе не убежала а теперь берем кольцо и меряем вот ведь отлично мы поставим кольцо я выставлю 18 сантиметров по диаметру все поправляем и теперь можно еще чуть-чуть поправить ну что выставляем вот так достаточно можно поправить теперь вот так вот поправляем ну а теперь делаем как обычно нарезаем селедку нарежем нашу селедочку на мелкие кусочки нарезаем на такие ломтики потом естественно мы ее мельчим вот так нарезайте как вам удобно мелко крупно это как вы любите как вот так и так всю селедочку режем делаем тоненькую майонезную сеточку вот так отрезаем майонезной упаковке вот такой уголочек и у нас струйка тоненькая майонеза идет вот так вот чтобы особо майонез не не выдавливался и экономно и сеточка тоненькая рыбу мы нарезали выкладываем сверху на картофель раскладываем ровненько разравниваем разложили нарежем сверху лучок нарезали лучок отправляем сверху на селедочку делаем тоненькую майонезную сеточку вот так достаточно натираем морковь на крупной терочке морковочка готова расправляем ровненько поперчим немножечко перчить и солить это уже по вкусу я как видите солить не буду селедка достаточно соленая майонез естественно тоже солененький но там смотрите сами делаем тоненькую майонезную сеточку вот так натираем сверху яйца расправляем и вот уже яйца можно слегка присолить 1 щепоточкой соли при соли вот так достаточно а теперь мы сделаем так я натру одну маленькую свеколку ну грамм 100 скажем а вот это тут 200 грамм мы оставим для того чтобы сделать нам желе и чтобы мы залили свой тортик натираю даже на крупной терке отжимать ничего не буду обычно я всегда отдельно натираю потом сок сливаю ну так как тут свеклы мало особо бояться нечего все достаточно расправляем свеклу тоненьким слоем сделаем тоненькую майонезную сеточку совсем тоненькую и этот слой мы и заровняем ложечкой подготовим желе берем стакан для блендера отправляем сюда две-три ложки майонеза у нас как раз остается в этой упаковочке майонеза две-три ложки то есть у нас майонеза полностью хватает для этого салатика вторая и вот у нас вполне получается третья ложка теперь делаем так свеклу вы просто нарежем кубиками чтобы в блендер покидать нарезали стеклу произвольненько для того чтобы просто нам все это перекрутить в блендере или блендером отправляем в майонез присолим свеклу одну щепоткой соли вот так а теперь все это блендером измельчаем превращаем пюре разведем желатин выливаем 100 грамм водички и высыпаем желатин и быстро размешиваем и идемте на плиту разогревать на желатин включили плиту и на медленном огонечке все время помешиваем разводим желатин как только желатин растворится сразу снимаем с огня кипятить его нельзя и так желатин растворился вот такой прозрачненький стал все убираем особо его нельзя долго греть и так у нас получилось вот такая вот кашица а теперь берем наш желатин растопленный вливаем туда и мешаем теперь заливаем наш салат и убираем остывать кольцо снимаем вот так аккуратненько теперь немножечко раздвигаем теперь кольцо на 18 с половиной можно особо не надо много раз двигать ставлю обратно кольцо поправляем вот так чтобы кольцо было на картошке и поправляем ножичком картошку делаем делаем вот такие вот бортики и заливаем сперва заливаем моего сверху но остальное уже заливаем куда попадет чуть-чуть его потрясем вот так вот все закрываем пленкой и убираем холодильник наш салатик застыл отлично теперь берем ложечку убираем вот это вот то что мы с вами тут загораживали чтобы ничего не протекало убираем вот эту лишнюю картошечку берем ножичком пройдемся по кругу аккуратно вырежем наш тортик ну что ж убираем кольцо аккуратненько вот наш тортик готов украшаем его зеленью рецепт оставлю под видео в описании также под видео в описании найдете ссылочку на наш семейный канал на инстаграм заходите и подписывайтесь вот так кладем побольше елочки и подаем на стол а а Субтитры подогнал «Симон» Возьми меня домой, ты желанная Возьми меня домой, ты желанная Возьми меня домой, ты желанная Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!